Здравствуйте, меня зовут Боровикова Ольга Игоревна, я врач-генетик, гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики. Сегодня я расскажу про плохой анализ мочи при беременности, что делать и какие могут быть причины. Данное видео снято специально для сайта беременности.ру. Изменения в моче могут быть различными и соответственно говорить о разных патологических процессах. Очень важно следовать всем правилам сбора мочи для анализа, так как самой частой причиной плохого результата являются именно ошибки сбора. Рассмотрим различные варианты патологии и выявляемые в общем анализе мочи. Больше всего мы боимся увидеть белок в моче во время беременности, так как это может говорить о таком осложнении как преклампсия и эклампсия. В таком случае нужно немедленно обратиться к врачу, измерить давление, вес, исключить отеки. Назначается контрольное исследование мочи для подтверждения диагноза. Лечением занимается врач-акушер-гинеколог совместно с урологом. Иногда выявляется кровь в моче. Существует микрогематурия, это когда эритроциты, это такие красные кровяные клетки, выявляются только в лабораторном исследовании. И макрогематурия, когда кровь видна невооруженным глазом. Причинами бывают воспаление, новообразование в мочеводелительной системе и камни. В таких случаях необходима консультация уролога до обследования. Именно уролог назначает лечение. Повышение лейкоцитов в моче говорит о воспалении. В таких случаях необходима консультация уролога и лечение. Во время беременности очень часто обостряются все заболевания почек, так как гормональные изменения тормозят движение мочеточников. А беременная матка сдавливает почки и мочеточники, мочевой пузырь, что затрудняет отток мочи и способствует развитию воспаления. В это время объем мочи и соответственно нагрузка на почки увеличивается из-за возрастания объема циркулирующей крови. Во время беременности обязательно сдается посев мочи. При выявлении бактерий и отсутствии симптомов это называется бессимптомная бактерия урия. Она подлежит лечению антибактериальными препаратами. Их назначает врач-уролог. Хочу отметить, что иногда даже при серьезном воспалении одной почки анализ мочи остается нормальным. Такое бывает при непроходимости одного мочеточника. Моча из пораженного органа, почки, не попадает в мочевый пузырь. По этой причине очень важно проведение ультразвукового исследования почек. Профилактикой патологии мочевыводящей системы во время беременности являются потребление большого количества жидкости и упражнения, разгружающие давление на мочеточники. Оно называется колено-локтевая поза или спинка кошечки. Если у вас остались вопросы, дополнения, пожалуйста, оставляйте их в комментариях под данным видео, либо на сайте счастливаябеременность.ру. До новых встреч! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok